Игорь Юрьевич, для Беларуси важных, второстепенных, близких или далеких в губернии России нет. Поэтому я еще раз хочу подчеркнуть, если рядом Смоленщина, Брянщина или Псковщина, это не значит, что они нам важнее, главнее, а Астраханская область второстепенная. Наоборот. Чем дальше, наверное, тем важнее. Важнее, чтобы мы были вместе, мы были рядом и чтобы мы могли сотрудничать друг с другом. Вы знаете наши возможности, вы их изучили, вы знаете, чем мы можем быть полезны для вашей области. Мы очень хорошо знаем ваши возможности. Ну и это все основано на хорошем фундаменте наших добрых белорусско-российских отношений. В последнее время говорят, вот тут, вы знаете, как-то они активизировались, Запад нас к этому сподвигли, прочее, ничего подобного. Мы выстраивать наши отношения начали еще в 90-е годы, когда подписали соглашение о союзничестве Беларуси и России. И даже еще раньше, когда на референдум Беларуси был поставлен вопрос о союзе Беларуси и России. И вот так потихоньку мы развивались, насколько это возможно, преодолевая всякие препятствия. Ну а то, что вредный Запад нам помогает, ну так не помогайте. Поэтому любая область для нас, россиянин, русский человек, это наши люди. Мы никогда не делились. Можем мы помочь где-то чем-то в сельском хозяйстве? Пожалуйста, последнее зерно отдадим, суперэлитное, чтобы у вас было хорошо. Можете вы нам бахчевыми культурами помочь, посоветовать или подсказать чем-то? Будем вам очень благодарны, тем более, что сейчас этим занимаемся. И мы понимаем, что сегодня продовольствие в цене во всем мире. А продовольствие – это тракторы, это автомобили, это сельскохозяйственная техника. Какое может быть без этого продовольствия? Не может быть. Поэтому целый шлейф. Если мы чем-то можем вам быть полезным, давайте будем делать. Это и строительство жилья, и переоснащение его, особенно лифты. Понастроили домов в советские времена, лифты не могут служить вечно, их надо заменить. У нас сохранилось производство, очень сильное, развили его. Даже не успеваем порой осуществлять эти заказы по лифтам. Но никогда не было проблем у нас, по-моему, с россиянами. Если мы обещали объемы куда-то поставить, сами приедем, поможем, это мы все сделаем. Точно так и по строительству, и по дорогам, и по жилью, и по промышленным предприятиям. Знаю, что у вас мощнейшая программа, мне президент России об этом постоянно говорит, чтобы мы участие принимали от космодрома Восточный, серьезный объект, личный объект президента Путина, до строительства школ в самой небольшой деревеньке. Все, что скажете и на что мы способны, готовы помогать, делать. Надеюсь, что и с вашей стороны будет такое же отношение и к нам. Александр Григорьевич, спасибо огромное. Астраховская область и Республика Беларусь связывают многолетние партнерские отношения. Я очень рад тому, что в этом году мы подписали новое соглашение с правительством Беларуси. Безусловно, товарообмен в сфере оборота сельхозпродукции, наверное, это главное сегодня, что нас связывает с точки зрения взаимодействия. Наша плодовочная продукция сегодня очень пользуется большой популярностью здесь у вас, в Беларуси. Для нас это очень отрадно. И мы очень рады, что наша различная рыбная продукция тоже пользуется, так сказать, популярностью и востребована сегодня в Беларуси. Это то, чем действительно мы можем гордиться, начиная с осетров и заканчивая знаменитой астраханской облы. У нас на селе получило широкое распространение сельхозяйственной техники, которую вы производите. И, безусловно, мы связываем успехи в нашем сельском хозяйстве именно с поставками и использованием этой техники. Мне отрадно отметить, что планируется открытие в Астрахани торгово-сервисного центра Минского тракторного завода. Для нас это тоже очень важное обстоятельство, которое может повлечь за собой еще большее расширение этих взаимоотношений и поставок сельхозпродукции к нам в Астраханскую область для того, чтобы наши сельхозпроизводители могли работать на этой технике.